Проблемы на карандаш. Глава администрации Станислав Третьяков посетил сегодня поселок Верхний Атлян. Во время общения с местными жителями был затронут широкий круг вопросов, требующих решения. Погружение в местную проблематику позволило администрации расставить приоритеты. Дело теперь за исполнением намеченного. Ну да, тяжело это будет из него конфету делать. Это не хребет. Конфета, о которой уповянул глава администрации, конечно, метафора. Речь шла не о сладостях, а о не сладкой доле заведующей местным фельдшерско-акушерским пунктом Натальей Горяевой. Живет она в том же доме, где работает, но удовольствия от такой близости никакого. В здании печное отопление и в зимнюю стужу не знаешь, какую печку вперед разжигать. Личную или казенную. И перевести бы ФАП в другое место до помещения муниципального в поселке нет. Выход один – провести газ и тем самым сохранить готового к увольнению специалиста. Я думаю, что к концу года уже будет и проект, и оборудование. Да, и в январе, когда там в феврале, вам газ сюда заведут. Так что потерпите еще, потопите дровами чуть-чуть. Решением других проблем глава администрации занимался уже на импровизированном митинге возле поселкового магазина. Там шел разговор и об уличном освещении, о том, что сети не справляются с возросшей нагрузкой. Если будут ставить счетчики, значит, вам ограничитель сразу на счетчик сделает 2 киловатта. Для того, чтобы этого предотвратить, вот мой просто человеческий совет, обратитесь уже сейчас за увеличением мощности. Первое, что жители должны сделать – написать обращение в АЭС-инвест на увеличение мощности дома. Когда строили, приборы были одни, да, то есть на двух киловаттах. Сейчас, в основном, все идет на электричестве, поэтому количество потребляемой мощности растет. Но организация об этом не знает, что вы себе там наставили дополнительно микроволновки, вот как вы говорите. От вас заявка, от нас дожать при распределении по трансформатору. Пока так договоримся, хорошо? Давайте лица ответственного сразу из своей группы выдвиньте, с кем я, чтобы напрямую с одним работал. Смотрим. Обсудили установку лежачих полицейских, организацию движения большегрузных автомобилей, строительство тротуарной дорожки и газификацию поселка. Последней темой стал ремонт моста через реку Атлян. Его состояние глава администрации проверил лично. Через несколько минут рассказал о принятом решении. Это самое простое, что мы сегодня сможем решить, это восстановление мостика. Сейчас переговорились с предпринимателем, который работает на этой территории. Он высказал желание помочь. И я думаю, что этот мостик он в ближайшее время восстановит, а жители проконтролируют, и потом, естественно, расскажут нам. Хочу поблагодарить действительно неравнодушных жителей, которые позвонили в прямой эфир. В общем-то, сделали мне правильный выговор, что ездили практически во все поселки, а до сих пор не добрались до Атляны. Добрались. Приношу извинения, что долго. За час с небольшим всех накопившихся проблем не решить, но общение с главой оставило неплохое впечатление. На вопрос, удовлетворены ли селяне состоявшимся диалогом, последовал утвердительный ответ. Да, удовлетворены. Конечно, мы давно ждали и Сидорова, и Третьякова Станислава Валерьевича. И думаю, что в дальнейшем будут какие-то плюсы. Дмитрий Скляров, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Снизить потребление.